мир вам дорогие мои братья и сестры сегодня у нас 12 лекция которая называется свойства греха прежде чем начать я помолюсь бог отец спасибо тебе что и сегодня даешь мне возможность делиться евангелием благослови меня руководи мною и веди меня на тех молю кто сегодня сейчас слушает эту лекцию открою сердца чтобы они принимали твое слово принимали правду о грехе молю тебя и прошу во имя господа нашего иисуса христа амин 11 лекция она закончилась на том как бог относится как греху бог будет судить грех ничто грешное греховное не войдет в царство божие для того чтобы уничтожить грех чтобы грех не вошел в царство божие бог приготовил ад но наши повседневные жизни часто мы не знаем что такое грех грех ли это или нет поэтому мы будем говорить о свойствах греха какими же свойствами обладает грех грех он паразитически без спроса утвердился в жизни человеческого существа и так как наш дух не может быть просто определен так и грех не может быть просто определен это или то грех это или нет однако мы знаем грех через несколько наблюдаемых свойств таким образом сегодня мы будем размышлять правду о грехе глядя на некоторые его свойства первое свойство греха бунтарская натура римлянам глава 1 с 18 по 23 стих давайте прочитаем открывается гнев божий с неба на всякое нечестие неправду человеков подавляющих истину неправду ибо что можно знать о боге явно для них потому что бог явил им ибо невидимое его вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы так что они безответны но как они познав бога не прославили его как бога и не возблагодарили но осуетились в умствованиях своих я мрачилась несмысленно их сердце называя себя мудрыми обезумели и славу нетленного бога изменили в образ подобный тленному человеку и птицам и четвероногим и просмыкающимся глядя на 18 стих первой главы мы можем видеть я который сатана вел наши жизни мы имеем одинаковые свойства с богом мы были первоначально людьми которые могли отвергнуть неправедность истину но из-за яда греха введенного в нашу сущность мы стали противниками мы стали людьми которые отвергают истину неправду это есть результат пришедший благодаря греху здесь мы можем найти что грех имеет очень бунтарскую натуру против кого направлен этот бунт это есть бунт против бога цель и результат бунта это отделение взаимоотношений между богом и нами теми которые были сотворены быть объектом божией любви и взаимоотношения мы для этого были богом сотворены дорогие мои если мы рассмотрим цель нашего первоначального образа мы можем понять как ужасно это есть главная цель человека для которого бог сотворил нас мы должны были прославлять бога и радоваться им вечно но грех он ужасно осквернил это дьявол сатана преднамеренно точно нацелился и разрушил характеристики нашей жизни и поэтому наши взаимоотношения с богом были не просто изменены или смещены с места как вот любовники да они любили друг друга когда все хорошо а потом когда они поссорились они начали ругать друг друга презирать друг друга точно так же мы стали ненавидеть бога бога который до этого был объектом нашей любви и служения грех украл цель нашего существования и стал источником всех наших слабостей и несчастье да дорогие мои грех это источник всех наших слабостей и несчастье миру грех определяют как противник норм морали в человеческой культуре но в действительности дорогие мои грех это не случай который рассматривает этику или мораль грех это бунт против бога который есть добро и свет и грех есть источник отвержения и пренепряжение бога несмотря на то что мы знаем бога несмотря на то что мы ищем его и потом каким образом точно бунт который есть первое начало греха проявляет себя первое где он проявляет это духовное религиозное падение духовная область дорогие мои братья и сестры это первая область где проявляется бунт человека который был сотворен духовным существом поклонение идолам дорогие мои обезьяны и шимпанзе которые развиваются интеллектуально подобно людям они не имеют религиозных ритуалов но даже вот каннибалы те которые едят людей джунглях они делают сами себе богов и какие-то ритуалы делают и поклоняется им имеет собственную форму религиозной жизни и это потому что они люди почему это происходит не как животных бог сотворил человеческое существо человеческое существо было сотворено быть духовным существом духовное существо имеет одну очень важную особенность черту характера экклесиаст глава 3 11 стих описывают эту особенность как желание по вечности в английском переводе написано что вот сердце человека есть желание по вечности сегодня мы называем это религиозности у меня тоже такое есть я всегда думал и думаю и сейчас как это так вот такое совершеннейшее существо которое бог сотворил неужели он сотворил меня только для того чтобы я прожил здесь 80 90 и даже 100 лет нет нет ученый паскаль так высказывается относительно этого бог создал вакуум сердца каждого человека и этот вакуум не может быть заполнен никакой сотворенной вещью но только бог творец сделавшийся известным через иисуса христа человеческой душе бесконечная жажда эта жажда отчаянно жаждет чего-то и преследует исполнение этого желания но в действительности дорогие мои братья и сестры это функция которую бог дал нам так чтобы мы могли любить его бога всем сердцем разумом и волей но это есть те места куда я от греха был впрыснут жажда по богу и следовать за ним не ушла совсем но сердце пришло к тому чтобы ненавидеть бога и пришло к тому что нам нужно что-то чтобы заполнить этот вакуум этот бунт сделал энергию которая в компании с разумом волей и сердцем отклонилась прочь от бога к другим вещам римлянам глава 1 19 стих вот что пишет апостол павел ибо что можно знать о боге явно для них потому что бог явил им человек не может отрицать бог даже самой элементарной духовной интуиции он может чувствовать и осознавать что бог он здесь даже когда взаимодействует с природы человек он чувствует великий восторг перед ней и служит ей как богу также это духовная функция существует по-видимому нету причин чтобы бог не был познан римлянам глава 1 21 по 23 стих муж и читали эти стихи что там говорится то что люди познав бога славу бессмертного бога они намеренно изменили на тщеславие безрассудство и тленные образы напоминающие человека и животных это есть умышленный бунт бог зная это дал израильтянам 10 заповедей которые являются ядром заповедей из них первые 2 2 закона были заповеди запрещающие чтобы не было других богов пред ним пред богом и чтобы не делали идолов вы несмотря на все предупреждения касающиеся идолов израиль не мог остановиться несмотря на бесконечные наказания и уговоры это идолопоклонство было грехом и она постоянно держала израильтян это конце концов привело их падению и к наказанию божьему идолопоклонство дорогие мои это духовный бунт это есть пагуба для человека джон кальвин выразился так человеческое сердце это фабрика по изготовлению идолов если это случается то дальше что идет дальше за идолопоклонство и я помолюсь бог отец спасибо тебе за сегодняшнее слово господь о господь о господь свойство греха первое это бунт это бунт против тебя господь человек отвергает тебя господи и создает себе идолов господь и поклоняется и для чего он поклоняется им чтобы идолы исполняли их человеческие собственные желания господь это бунт против тебя о господь спасибо тебе за Евангелие, которое указывает нам путь, как победить этот грех. Евангелие – это благая весть. Евангелие, через которое мы можем победить смерть. И мы победили через Господа нашего Иисуса Христа. Спасибо тебе, Господь. Я молился во имя Господа нашего Иисуса Христа. Амин. Амин.